МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я приветствую всех на телеканале Беларусь4. Это программа «Добрый вечер. Гомель» на календаре 3 сентября. В минувшие выходные в агрогородке Ляскович и Петриковского района состоялся 6-й международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полеси». На несколько дней территория Лясковичей превратилась в яркий праздник песен, музыки, красоты и белорусских традиций, и истории. Было очень много гостей и, конечно же, очень много площадок. Но, к сожалению, даже те, кто присутствовал на этом празднике, не смогли увидеть всю красоту, которую предлагал нынешний «Зов Полеси». Поэтому этим добрым вечером мы увидим фестиваль в самых ярких красках. Продолжим буквально через мгновение. Не переключайтесь. Фанфары «Зов Полеси» еще долго будут звучать, а мы с вами будем долго воспоминать те яркие эмоции, которые нам удалось там ощутить и пережить. Ну а сегодня у нас в гостях Александр Бондаренко, главный режиссер 6-го международного фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полеси» и директор ДК «Белецкий». Добрый вечер. И Тамара Ивановна, приболовец, руководитель ансамбля «Тонежанка» из города Лельчицы, деревня Тонеж. Здравствуйте. Рады видеть вас у нас в гостях. Ну и чуть позже, друзья, к нам присоединится художественный руководитель и главный дирижер Национального академического народного хора Республики Беларусь имени Титовича, обладатель титула «Гоноровый Полешук», народный артист Беларуси Михаил Дриневский. Это будет чуть позже. Саша, вопрос такой. Какое послевкусие у тебя, как у главного режиссера, как у человека, который создавал этот весь праздник, руководил всем процессом, оставил 6-й фестиваль «Зов Полеси»? Ну, всегда послевкусие бывает же двоякое. Любой человек, который старается отдать максимум своих мыслей, максимум своих эмоций, вложиться в большое мероприятие, первое чувство у него какое? Первое чувство – опустошение. Вот оно прошло, закончилось, конечно. Это у каждого профессионала такое. Вот внутри пустота, потому что все, что внутри было, а это же создается не за день, даже не за неделю, да? Вот это все проходит. И сидишь и думаешь, вот месяцы напряженной работы, и все. И все, вот буквально за один день это все пролетает. И все прошло, все пролетело, и ты все забыл. А послевкусие именно творческое, ну, как сказать, вообще, наверное, у каждого человека, молодого, постарше, да, вот эти народные корни живут глубоко в душе. Ну, я думаю, такое у каждого белоруса, у каждого... И любой, и вот представь, когда ты попадаешь в атмосферу белорусского праздника, с национальным, с национальным колоритом, вот здесь, ну, какое может быть послевкусие? Только гордость за страну, гордость за свой народ, гордость за свою культуру, потому что это идет изнутри, это родное, а роднее, наверное, ничего уже и нет. Вот ты упомянул то, что за несколько месяцев начинается подготовка. В данном случае, когда началась подготовка к шестому фестивалю? Я даже могу дату назвать. 24 сентября 2019 года. Ух ты! Да. 24 сентября так получилось, что я со своим коллективом, мы были в Курске на международном фестивале, и уже тогда я пригласил первый коллектив на зов по лесу, мы уже знали, что он состоится, в августе 2020 года. Буквально через неделю по нашему приезду мы уже вели переговоры с украинскими друзьями, чтобы они приехали к нам. То есть это все достаточно масштабная работа, но без малого год это все идет. Если брать шире, концерты, коллективы, культура, творчество – это хорошо, но фестиваль, он достаточно большой, масштабный, огромное количество площадок и мероприятий разного формата. Вот на твой взгляд, основная задача этого фестиваля в чем заключается? Основная задача – это показать богатство белорусской культуры, ведь это же фестиваль этнокультурных традиций. Хотя это так и в названии звучит во множественном числе. Приезжают коллективы из разных стран показывать свою национальную культуру. Наша самая главная задача – это показать, это ее прорекламировать, напомнить, кто мы такие, что мы единственные, что мы неповторимые. Вот это самая главная задача фестиваля в Полесье. Когда уже пошли разговоры о том, что фестиваль состоится, уже была определена дата. Вот первое, о чем я узнал, новое для меня, то, что фестиваль пройдет в совершенно новом для него формате. Расскажи подробности. Почему решили отойти от, скажем так, традиций и представить фестиваль в новом виде? Как сказать? Вообще для меня в марсе месяце это тоже был сюрприз. Почему? Потому что первый оргкомитет, который вообще был посвящен организации «Зового полесья», он был в марсе месяце этого года. Мы когда приехали, вроде бы все как было, лясковичи как были, все так же. Ну, мы приехали, вот здесь сцена, вот здесь у нас подворье. А национальный парк Припятки, на территории которого проводится, которые являются организаторами, главными организаторами, этого фестиваля нам говорит, нет, все будет в этом году по-другому. Показывают нам территорию, там, поросшую, там, маленькие деревицы, кустарнички, да. Вот здесь будет новая зона, показывают нам готовый проект уже строительный. И вот буквально после нашего отъезда началась масштабная стройка. То есть самое главное, что фестиваль получилось собрать в одном месте. То есть сцена была неотделима от подворьей, неотделима от общей концепции праздника. Потому что раньше в центре поселка стояла сцена, подворья были на косе вот канала, который впадает в Припять. То есть это немножко было разрознено, считая, что фестиваль ведь проходил на территории всего поселка. А с этого года это отдельная совершенно зона, это, естественно, совершенно другие технологии, это совершенно другие ресурсы, которые надо туда вкладывать. Но я думаю, что у нас все получилось. Ну, об этом уже пестрят социальные сети, Инстаграм, страницы официальные того же фестиваля «Зов Полесия». Людям виднее. Кстати, много ли гостей собралось на нынешний «Зов Полесия»? — Если говорить о творческих гостях, да, вот именно об артистах, которые... А все же артисты прошли через главную сцену, непосредственно, на которой я и работал, я могу сказать, что это порядка двух тысяч артистов. — Да ладно? — Да. Ну, фестиваль же начинается в 12 дня и заканчивается без малого там 11 вечера, да? То есть порядка двух тысяч артистов. А что касаемо всего гостей, точную цифру не знаю. Нам, наверное, ответят только представители правопорядка, которые... Но то, что было мне сказано, это не меньше, чем было в 2018 году. А в 2018 году было 25 тысяч зрителей. Мне даже посчастливилось в 2016 году также принять участие в этом фестивале, провести несколько мероприятий, в частности, и Полесскую прохожуню. — И церемонию закрытия. — И церемонию закрытия, да. Еще такой вопрос. География фестиваля постоянно расширяется. Вот в этом году были кто-то, кто, скажем так, новенькие, приехали на фестиваль, впервые познакомились, представили себя и познакомились с Полесским регионом, с Зоом Полесье? — Ну, у нас всегда данные разнятся. Почему? Потому что у нас есть артисты из разных стран, которые предоставляют, представляют культуру разных стран, да. А есть еще официальные гости из разных стран, да, которые приезжают. Там представители дипломатических кругов, бизнес-сообществ разных стран, да. Ну, понятно, что эпидемиологическая ситуация не позволила нам в этом году открыть новый горизонт. Это даже, к сожалению, наши друзья из России по очевидным причинам не смогли, они просто не смогли пересечь границу сейчас. Ну, были наши друзья из Украины. Но из деловых и дипломатических кругов, если мне не изменяет память, более 25 стран присутствовало на фестивале, в том числе на церемонии открытия. То, что касается артистов, расскажи честно, был ли какой-то, ну, скажем так, принцип, по которому артисты отбирались в этот раз на фестиваль? Наверное, это должны быть в первую очередь титулованные какие-то коллективы. Ну, скажем так, самая главная задача вообще Зоополесе – показать национальную культуру полишуков. Да, и это 8 районов Гомельской области и 3 района Брестской области. И в первую очередь весь фестиваль начинается с идеи общей концепции. Потом мы выстраиваем церемонию открытия и остальные самые ответственные мероприятия, которые будут идти на главной сцене. И, конечно, в первую очередь мы звоним кому? Мы звоним тем коллективам, полейским коллективам, которых мы хорошо знаем, в которых мы уверены, с которыми мы общаемся, дружим. Вот как раз-таки начинается не с титулованных, начинается с друзей, друзья, люди, которые рядом с нами, с которыми мы уже прошли огонь, воду и медную трубу. А об этом и каждый ролик, предвещающий фестиваль «Клич Полесье» «Сбираюсь об Роу». Да, да. То есть это на самом деле одна такая большая семья. Вот даже в этом году получается Брест, Столин вернее, Брестская область, Столинский район, Лунинецкий район, Пинский район. Ну, это те районы, то есть не наша область, с которыми мы не столь часто общаемся. Я уже звоню, ну, я же знаю, кому звонить, да. И мне говорят, ой, ну, наконец-то, наконец-то будем в Полесье, наконец-то мы опять соберемся. То есть это вот такое объединяющее чувство. Ну, а про наши гомельские коллективы я вообще молчать буду, потому что это уже звонишь, мы выполним любые прихоти главного режиссера. Это... Тамара Ивановна, вот расскажите, вот на вас нынешний Зов Полесье какое впечатление произвел? С какими чувствами вы ехали и вернулись с этого фестиваля? На наш коллектив большое впечатление произвел в этом ходе, потому что зона стала вместе. Все участники, мне было никуда никто не бегал, мне не шукали, их раньше было. Это все было в одном, компактно. Их хорошо было и для участников, и подворки были на месте. Все было на месте, понимаете? Оно все было сосредоточено в одной, и сцена тут была. Ну, хорошо. Но ваш коллектив «Танежанка» уже же не первый раз принимал участие в фестивале? Нет, мы каждый в фестивале участвуем. Слушайте, а ведь ваш коллектив на самом деле легендарный. Я познакомился с историей и просто был поражен той цифрой. Образовались вы в 1934 году. Это уже несколько поколений у нас прошло в этом коллективе. Когда я приехала в это самое, уже были участники старейшие. Это Венгура Галина Павловна. Это был человек, который очень много знал всяких легенд, песен, сказок, которых много что мы переняли в коллектив. Потом прибаловец Галина Трофимовна. Это был костяк коллектива, когда я уже стала работать в нашем Доме культуры. А теперь уже у нас больше другие участники, которые раньше участвовали, меньшие были, мы говорили, младшие. Они уже стали теперь костяком коллектива. Так что наш коллектив очень насыщенный. С поколения в поколение передаются, и коллектив работает. А сколько сегодня человек насчитывает Канежанка? В настоящее время у нас 12 человек в коллективе. Немножко сегодня не приехали, потому что по семейным обстоятельствам... Ну и картошку покопать надо в конце концов. Ну, это само собой разумеется. А с 34-го года идет ли это исчисление вашего коллектива? Наверное, репертуар за это время собрался тоже огромный. Репертуар тоже много. Расскажите немного о репертуаре, что сегодня исполняете. В репертуар в коллективы ходят обрадовые, позабрадовые песни. Свадебные, весельные. Ну, все песни, которые бытуют в тонежах, мы их возобновляем, повторяем и продолжаем петь. А как собираете материал? У нас специально... Когда я пришла на работу, я специально завела папку и много записывала. Потом на телевидении прожила на запись. Мы это все фонограммы ставили, и мы работаем по тем своим материалам, которые мы собирали старейшими участниками. Я посмотрел фотографии вашего коллектива. Ну, там люди совершенно разных возрастов. Да, совершенно разных возрастов. И категории, и профессий разных. У нас медицинские работники, у нас лесные работники, у нас пенсионеры, у нас работники нашего учреждения. Ну, кто желает, мы ни от кого не отказываемся. Мы всех приглашаем. Наш коллектив уже много дней побывал. Мы были в Польше, мы были в России, мы были и в наших белорусских местах, это в Минске, на Украине были. Ну, везде. Коллектив за стольки лет... Я работаю с коллективом 50 лет. Побывал в разных местах нашей страны. Вот хотел спросить, я почему-то думал, что для того, чтобы попасть новому солисту в ваш коллектив, нужно пройти, как сейчас модно говорить, кастинг или какой-то смотр. Ну, обязательно в парадке. Когда мы приглашаем человека, мы уже приглядываемся раньше на его, что он может, понимаете, что он способный, что он эту белорусскую нашу песню может произвести у себя, и чтобы она у него осталась в душе. Нет, то, чтобы пришел, поспевал и ушел. Так что у нас в коллективе все люди, которые любят петь, желают петь и хотят петь. Как вы подружились с Зовом Полесе? Кто, на кого первый обратил внимание? Фестиваль на вас или вы к фестивалю вышли с предложением? Ну, мы же первый фестиваль, мы тоже были на Зовой Полесе. Ну, все фестивали, которые проходили, мы на всех фестивалях участвовали. Ну, конечно, фестиваль... Я горжусь, что в Петриковском районе этот фестиваль, потому что я родом сама с Петрикова, и горжусь, что в нашем районе такой хороший фестиваль. Зова Полесе. Что он продолжает, продолжает работать. С нынешней малой родиной из Лельческого района вы все-таки гордитесь тем, что на первой вашей малой родине проходит этот фестиваль. Я думаю, что сейчас уже самое время услышать одну из композиций в исполнении ансамбля «Танежанка». Расскажите, что это будет за песня? Это будет белорусская народная песня «Ой, пойду я темным лесом». Як пойду я темным лесом? Это песня любимая нашего Михаила Павловича Дрневского. Серьезная? Да, он когда приезжает, он всегда просит, исполни мне эту песню, пропойте эту песню. Ну а прямо сейчас эта композиция будет звучать у нас в программе «Добрый вечер, Гомель». Давайте послушаем. Пой, пойду я темным лесом, наломаю ломок. Пой, пойду я темным лесом, наломаю ломок. Пой, пойду я темным лесом, наломаю ломок. Пой, пойду я темным лесом, наломою ломок. А я пойду со зеленой оболью слезать. Ой, сорву ж я зружи квітку, дай пущу на воду. Пливи, пливи, зружи квітка, дай до, дай до моль ворот. Плыла, плива, зружи квітка, дай стала круженицца. Вышла Марсик, воду братик, дей стала девицца. Ой, сорву ж я зружи квітка, дай до моль ворот. Песня. 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 В Гнесино выступали. Там был фестиваль 13-й, майская ансамблея. Тоже там больше было студентов, которые занимаются в Гнесино. И были много-много, потому что тоже был международный фестиваль, было очень много стран. Ну и тоже мы там себя показали на высшем уровне. Белорусов везде любят, понимаете? И белорусской песней любит народ. Сейчас, я думаю, что уже тоже получили приглашение с гастролями, с поездками, с мастер-классами. И просто приехать в гости. Ну, конечно. Я думаю, что все мечтам суждено осуществиться. Так что я думаю, что на добрый вечер вы как-нибудь приедете с целым часовым концертом. Сто процентов приеду. Потому что наши участники очень легкие на подъем. Им позвони, и они сразу идут на репетицию. Хоть там картошку копают, хоть там утомленные. Но люди, которые любят петь, они не могут не пойти. Отлично. Композицию в вашем исполнении мы сегодня еще услышим. Друзья, я хочу вам еще рассказать, что Зов Полесьев положил начало многим хорошим традициям. Одна из них – это номинация «Гоноровый Поляшук». И этот титул уже получили многие наши славные земляки. Традиция продолжилась, Александр, и в этом году. Да. Но не на мне. Но я был непосредственным участником. Конечно. То есть это звание, специальное звание для людей, которые мало того, что уроженцы Полесья. Именно неправильно даже говорю. Уроженцы Припятского Полесья, то есть отдельного региона. Но это также те люди, которые очень много сделали в плане поддержки и развития Припятского Полесья, вот этого всего региона. В этом году награды, этих наград были удостоены. Председатель постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Беларусь Михаил Руссой. Да. Директор ОАО «Спецжелезобетон» Василий Басевич. И генеральный директор РУП производственного объединения «Беларусь-нефть» Александр Ляхов. А ведь не только Танежанка прославила свою деревню и свой район. Ваш земляк, народный артист Беларуси Михаил Павлович Дреневский, также обладатель этой награды. Скажите, часто с ним встречаетесь? Михаил Павлович очень любит свою деревню. Понимаете, он когда приезжает, он обязательно обойдет всю деревню. У клуба обязательно зайдет. На репетиции к вам приходит? На репетиции приходит. Где-то и что-то подскажет, и поможет. У нас есть при клубе музей семьи Дреневских, в котором все вещи, мы их родители собрали. Те экспонаты, которые Михаил Павлович отдал свои, там его, который он выступал, кем он начинал только заниматься самодетельностью, с детства, его была маленькая гармошечка, вот на той, которой он начинал учиться играть. И она у нас тоже в экспонате, ну, в этом музее стоит. Его рубашка, в которой он первый выступал, вышита, тетка ему вышила, тоже в экспонат, так и у нас в музее там находится. Так что мы бережем его все вещи, и его, как нашего земляка. Михаил Дреневский с нами на прямой телефонной линии. Михаил Павлович, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте. Михаил Павлович, рады вас слышать. Это телерадиокомпания «Гомель», телеканал «Беларусь-4», программа «Добрый вечер, Гомель». Сегодня мы говорим о фестивале «Зов Полесье». Вот скажите, какое впечатление оставил у вас шестой фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесье?» Знаете, что любые фестивали хороши, особенно, что касается меня, как Полешука, когда на мою малую родину проходят такие импрезы, то, конечно, это радует. Радует, что очень изменился за эти годы, так сказать, облик видовичный. Столько построек много. Вот я уже не был 4 года там, и, знаете, душа радуется. Все асфальтировано, дорожки выселаны, плитка. Столько домов и домиков настроено. Там и ресторан. Нам-то не было когда, допустим, с этим знакомиться. Мы отработали. Все, конечно, хорошо. Ну, немножко так криво, что народу не так много было, как ранее. Может быть, и поздновато уже, так сказать, и перед школой детки оборудовались. Может, и вот эта ситуация у нас, откуда она взялась, так сказать, и во сне не можно придумать, что робится, так сказать, у нас какие-то причины были. Ну, я думаю, что это все пройдя, пройдя, и снова мы, так сказать, будем полнокровно присутничать на этом судовом фестивале. Безусловно. Скажите, вы получили звание Хонорова-Полешук вот как раз 4 года назад. Вот поделитесь секретом, что нужно сделать, чтобы заслужить это почетное звание? Я думаю, что это просто быть соправным Полешуком. И задумать, и радоваться тому, что ты Полешук. Как кажется, Полешук – это же самые люди, или со знаком якости. Полесье – это прихожая, даже любое дорого, или детское, или это на кранах, идут дымки и сбоку, и сверху, и такой богатый, и живенный мир, и чего-то, даже и медведи водятся. Так что Полесье, мы даже и песни спевали, спеваемые Полесье, спеваемые «Родный край» на фестивале. Михаил Павлович, скажу вам больше, сегодня у нас в гостях коллектив «Тонежанка» из деревни Тонеж-Лельчицкого района. О, мои семьяки, мои земляки, да. Скажите, какую роль в вашей творческой биографии сыграл этот коллектив? Ну, вы знаете, это, может, уже не только коллектив, это уже, так сказать, паростки, молодые. Это дети уже, этих матерей, батьков, с которыми я работал. Ну, а что, так сказать, для меня, мне кажется, что, когда бы не было их батьков, не было с хором, мы учимся, я бы не был, кем я зародился. Мне эта песня прибавила, и я с 13-х годов пошел працовать хор-майстером, так сказать, не ведающий нот, а не так, на слуху, что я шел, увез и в Тониже, и в Букче, когда я учился, заканчивал 10 классов, так, это меня тянуло так, что я пошел учиться музыке, пошел учиться в Гомельском музыкальном училище, потом в консерваторию, и вот моя жизнь, так сказать, уже обозначилась, и моя профессия еще из милинства. Ну, так что, лечиться сами, что для меня значит, значит, это моя жизнь, все. Великолепно, спасибо вам за эти истории, расскажите, что вы пожелаете нашим зрителям, зрителям нашей программы? Что хочется, завсюду добра хочется, хочется, как бы и в их душах спевала, и хотела, и почуть, и спелы других. Как бы у нас пановал мир, я надеюсь на то, что и он будет, как бы люди жили здоровыми, счастливыми, улюбленными, и радовались жизнью и своим детям. Михаил Павлович, спасибо вам огромное, хорошего вам вечера, и до встречи в Гомеле, и у нас на программе «Добрый вечер». Гомель, друзья, напомню, что с нами на прямой телефонной линии был художественный руководитель и главный дирижер Национального академического народного хора Республики Беларусь имени Титовича, обладатель титула Хонарова Поляшук, народный артист Беларуси Михаил Дреневский. Ну а наш эфир продолжается, продолжим буквально через мгновение. Друзья, наш «Добрый вечер» продолжается. Говорим мы сегодня об этнокультурных традициях и о том, как же прошел 6-й международный фестиваль «Зов по лесу». У нас новые гости, с огромным удовольствием спешу представить. Режиссер межрегионального конкурса «Красоты и грации» «Полезская прихожение 2020» Мария Грицок-Тушинская. Маша, рад тебя видеть. Добрый вечер. И «Полезская красавица 2020» Александра Бобель. Красавица, здравствуйте. 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 Маша, ну, твои впечатления от фестиваля, чем запомнился? Вот что осталось, вот самые яркие эмоции за фестивальные дни? Ну, Саша, хочу сказать только одно. Это было очень красиво. Это было по-новому, это было очень насыщенно, это было действительно красиво, с большой буквы красиво. Фестиваль сама, к сожалению, видела буквально 10 минут уже перед самой подготовкой нашего конкурса. В основном я его слышала, но удалось побывать на генеральной репетиции, и мне кажется, было очень красиво. Александра, ваши впечатления? Фестиваль очень был красивый на самом деле. Про конкурс хочу сказать, что он прошел мгновенно. То есть, правда, как сон, просто вот вжух и все. Ну, то есть, очень быстро, и не осознаешь, на самом деле, вот, что там происходило, потому что ты больше времени была за кулисой. Ты вышла, быстро улыбнулась, там, попозировала как-то, и все, и убежала оттуда. Ну, вот, очень все классно. Ну, я прекрасно понимаю все волнения, особенно, ну, как бы, не только у тех, кто готовит этот праздник красоты, музыки, песни, танца, культуры, истории, но и волнения тех, кто участвует в конкурсе красоты межрегиональном. Ну, хотя бы в перерывах между репетициями удалось посмотреть какие-то другие площадки, походить по подворьям, продегустировать местную полесскую еду. Честно говоря... Честно. Нет, мы не успели это все сделать, потому что у нас и репетиции надо было очень сильно репетировать, потому что это ответственный момент, как бы, и только вот когда к сцене уже шли, мы успели как-то присмотреть, там... Ну, хотя бы несколько селфи для того, чтобы выложить в Инстаграм. Но это всегда есть время на все остальное, чтобы попробовать что-то так, то нет, не было. Саш, нынешний фестиваль еще запомнился тем, что он представил, ну, скажем так, не только традиционный набор мероприятий, это вот и «Полесская красавица», это и торжественное открытие, это и великолепный концерт, в котором приняли участие и гомельские артисты, и звезды белорусской эстрады. Было представлено еще и несколько новых совершенно проектов в рамках фестиваля. Расскажи подробнее. Давай, наверное, расскажу, что нам с Машей больше всего запомнилось вообще из фестиваля. Да, да, да. Ты сейчас подумал, да? Нам больше всего запомнился дорога из гримерки до сцены. Почему запомнилась 2 километра 710 метров? Ух ты! Вот это вот, да, от гримерки до сцены, да. По-моему, хороший агро-экофитнес. Это точно. А среди проектов, которые были… Ну, вообще «Зов по лесу» – это традиционный фестиваль, да. Он, естественно, формируется в первую очередь из традиций. Вручение званий «Гоноровый поляшук» – традиция. «Полецкая прыгожунья» – традиция. «Дискотека и салют» – это традиция. А в этом году мы немножко так покреативили. У нас были показательные выцепления парашютистов, которые, бедняги, летели полтора часа из города Гомеля, да, для того, чтобы вот буквально за 15 минут показать всю эту красоту. Летели, по-моему, час сорок из Гомеля, из Давлясковича. А все же боятся погода, ветер, то есть может что-то поменяться. То, что происходит в небе, это всегда красиво. Да, да. Еще одна площадка была такая необычная. В этом году мы сделали площадку под названием «Самый мостный поляшук». Атлеты, 10 атлетов со всей страны соревновались в силовых упражнениях. Но, естественно, все силовые упражнения были завязаны на национальных мотивах. Почему? Потому что это, если это перетягивание тяжести, то это бревно, либо пень какой-то, да. То есть все с национальным колоритом. Если это упражнение, так называемое, коромысло, то тюки из соломы, которые набиваются там для веса, тюк из соломы весит, по-моему, 16 килограмм, да. То есть это все антуражно. Ух ты даже и взвесили тюк из соломы. Я теперь тоже буду знать, что весит он 16 килограмм. Конечно. Вообще первая моя работа, которую я сделал в этом году на фестивале «Зов Полесье», это было 27 августа. Мы приехали 27 числа, за два дня до фестиваля, чтобы начать подготовку. Был жуткий ливень там, и мы под ливнем на тракторе расставляли 400 килограммовые тюки из соломы. Вот это вот первая моя работа. То есть мы просто вышли из автобуса, а нас уже ждал трактор с этими тюками, да. То есть мы уже оформляли зоны, оформляли площадки под ливнем. Великолепно. Начало фестиваля было положено хорошим. Но есть же такое поверье, что если что-то начинается с какими-то трудами, с боем, то сам проект обещает быть великим и ярким, запомнится всем. Ну вот, наверное, так оно и есть. Я всегда, кстати говоря, об этом тоже задумываюсь. Если есть какие-то проблемы, значит результат будет тот такой, которого мы даже сами не могли ожидать. Настолько ярко это пройдет мероприятие. Но опять-таки, когда ты делаешь, Маша, со мной солидарный, когда ты делаешь, ты же не задумываешься там о себе, не задумываешься о яркости, ты задумываешь только о том, как сделать праздник, как вложить туда душу, как показать все свои эмоции. А когда это сделано от чистого сердца, зритель это замечает, зритель это воспринимает. И, естественно, уже тогда получается, ну, такое маленькое, но громкое слово «форор». Отлично. Но не только концертные программы, на подворьях были еще многочисленные мастер-классы. Расскажи подробнее. Ну, подворья-то было 11, и все были посвящены, ну, скажем так, немножко, наверное, опустили маленький момент, тему фестиваля, да, которую я предложил в феврале месяце. То есть была такая задача сделать что-то такое, чего не делали никогда и чего не делали нигде. Я долго копался в мыслях своих, в каких-то записях старых. И мы нашли такую тему, наверное, более родной и более своей, более земной не будет. Это полеская мифология. И вот все подворья, все один из подворий, они были посвящены какому-то одному полесскому мифическому духу. А у нас же их немало. Ну, как оказалось вообще, что полеская мифология – это отдельная энциклопедия, да? То есть это… Бог Перун. Это не полеская мифология, кстати говоря, это славянская мифология. А полеская мифология – это домовик, домовиха и домовичок, хранители, это дух такой, Жешка есть, хранитель лицов и полот, Полесья. Это лазник, дух, бани. И много-много вот мы всего с районами поработали, вот с этими подворьями. Я себе для себя очень много чего нового открыл, интересного. То есть вот это, понимаешь, то, что исходило изнутри, то, что каждый хотел сделать, те люди, которые на подворьях работали, те, которые подворья придумывали, когда это притянуто за уши, когда это по какому-то сценарию, да, то это наиграно. А когда это от души, это по-настоящему. И вот не зря некоторые наши гости, когда уезжали, мы-то уезжали в воскресенье, когда уезжали, мы разговаривали, сказали, знаете, что вот это поистине народный фестиваль. И народы не потому, что в названии, и не потому, что звание, звание-то фестивалям не дают, но это народно, потому что он от сердца, он с душой этот фестиваль, он живой, этот фестиваль. Вот понаблюдав всю эту ситуацию на протяжении того времени, сколько ты являешься главным режиссером этого действа, можно ли говорить о том, сколько, насколько много сейчас на территории Беларуси и Полесского региона, Гомельской области, мастеров, которые сохраняют все вот эти вот традиции и передают их из поколения в поколение? Насколько молодежь сейчас стремится перенять эти традиции, чтобы они остались живы и сохранились? Ну, это вообще, наверное, такая общенациональная проблема. Это проблема не конкретно нашей страны или конкретно нашего региона. Это вообще проблема мировая, урбанизация, да, города расстраиваются, молодежь стремится уезжать в города, жить в квартирах, ну, это, наверное, с одной стороны удобнее, да, вот эти деревушки, они становятся мельче, их становится меньше. Но я могу сказать, что если хотя бы один молодой человек, да, заинтересован, ну, среди тысячи человек одна белая ворона найдется в любом варианте, да, который это интересный, это все равно будет. Потому что если все умеют делать резьбу по дереву, это, в этом ничего уникального нет. А если никто не умеет, а один это делает мастерски, вот это уникальность. И уникальность в том, что это не забыто. И, ну, то, что я смотрю на протяжение последних лет, я могу сказать, это и не будет забыто, потому что молодежь бывает разная, но есть те молодые люди, которые с удовольствием учатся, с удовольствием сохраняют. Я думаю, что через несколько лет у нас будет совершенно новая плеяда народных мастеров, которые будут продолжать традиции, заложенные сейчас. Ну, я думаю, что Полесский регион всегда будет славиться красавицами. Ну, это вообще отдельная область. Это можно называть... Ну, когда-то и была Полесская область, область, это был город Мозырь, да, и Михаил Иванович Руцый, гонору поляшу к этого года, он родился у него, я знаю, и он говорил, что у него в паспорте написано место рождения «Полесская область». То есть это не потому, что он уроженец. Можно вообще там делать отдельную историю про Полесский регион, потому что это отдельная культура, это отдельные традиции, которые не похожи ни на кого. Это совершенно, ну, скажем так, другая белорусская планета. Отдельный менталитет, да, можно сказать. О Полесской красавице хочется поговорить. Если фестиваль уже проходил в шестой раз, то Полесская красавица... А почему она два года позже присоединилась только? Ну, традиции же начинаются. Традиции же сразу не рождаются. Как возникла идея провести вообще Полесскую красавицу четыре года назад? Я думаю, что это вопрос не к нам. Это было не четыре года назад, а восемь лет назад, потому что фестиваль раз в два года, а это четвертый фестиваль. Я имею в виду. Первый фестиваль был восемь лет назад. То есть, ну, восемь лет назад ни я, ни Маша, мы, как говорится, в этом не совсем участвовали. То есть это уже осталось в истории? Мы это приняли и развиваем, как можем, вкладывая уже свои знания, свои навыки. Мария, какая она должна быть, красавица Полессия, на твой взгляд? Саша, однозначно, это девушка, которая любит свой родной край, которая черпает энергию и силы из своего родного края, из своей малой родины. Ну, а потом уже внешняя красота и все остальное, что есть у нашей победительницы. Расскажи немного о том, как, с чего начиналась подготовка Полесской красавицы в этом году. Я периодически смотрел в выпусках новостей то, как идут кастинги. Вот хотелось бы услышать все детали, подробности, может быть, какие-то закулисные тайны от тебя. Я расскажу вкратце историю подготовки именно этого сезонного конкурса. До последнего, конечно же, мы не знали, состоится ли или нет этот конкурс ввиду всей ситуации эпидемиологической, но, однако, решение было принято. Принято оно было, как ни странно, за две недели до основного фестиваля. Сроки были ограничены, как вы понимаете. И мы также приняли решение провести онлайн-кастинги. То есть нам почитали заявки, анкеты на нашу почту, максимально раскрытые анкеты с приложением фотографий и видео себе. И уже Оргкомитет в течение недели отбирал претенденток. Наверное, занятие не из легких. Это не из легких, однозначно, потому что заявок пришло больше сорока. Одна из заявок была моя. Да, однозначно, я в аксессу Александр присоединился. Значит, и таким образом мы все-таки определились на финалистках. Естественно, вживую мы их так и не успели посмотреть. На подготовку у нас было отведено всего три дня. Серьезно? Всего три дня. Прямо как в сказке, три дня и три ночи. Однозначно, да. То есть мгновенно произошел онлайн-кастинг, тут же произошел отбор, и девушки, когда нам первый день приехали на подготовку, то буквально в первые два-три часа уже основной репетиции выходов мы и поняли, что не ошиблись. Потому что девушки были настолько пластичные, настолько гармоничные, настолько они были уже готовы к финалистке этого конкурса, что мы просто не могли нарадоваться. Александра, насколько мне известно, это не первое твое участие в конкурсе. Полесская прохожения. Расскажи, как тебя свела судьба с подиумом и с этим конкурсом? Ну, вообще началось это все с детства. Участие в конкурсе красоты, на самом деле. Начала участвовать с седьмого, по-моему, класса. Я уже не помню, честно. Ну, наверное, сначала была мисс школа. Там мисс осень, мисс школа, потом мисс Петриков. Петриков, везде у меня были короны. Вот, потом я уже смотрела на 2016, по-моему, год. Девочки участвовали с моей же школы. Я на них так присматривала, думаю, надо повзрослеть немножко, поднабрать. И вперед. И вперед, да. И вот в 2018 году, то есть я пошла уже на конкурс. Было очень тяжело. То есть был какой-то опыт, это школа. Ну, вы сами понимаете, что там уже уровень, как бы, в Полесской прохожуне. И, ну, не было той цели, чтобы уже как-то идти на победу. То есть где-то там. Ну, хоть сомнения. Да, сомнения были. Ну, и как бы, мисс зрительских симпатий выиграла. И уже в 2020 году, то есть у меня была четкая цель. То есть нет предела совершенства. Была четкая цель добиться. Да, ну, то есть нет предела совершенства. Как бы надо идти дальше, надо пытаться, надо пробовать. И вот уже со своим опытом в 2020 году, то есть уже без боязни, я уже решила добить. Саша ехала за победой. Да, я шла сразу за победой. Как бы, я очень сомневалась, но все равно в глубине души думаю, нет, все, надо вот идти до конца. Ну, три дня на подготовку. Расскажи, какая царила атмосфера, ну, скажем так, за кулисами, во время репетиции, во время всех репетиционных моментов дефиле между участницами? Конкуренция была или скорее дружба? Ну, между нами. Ну, то есть я не чувствовала конкуренции. То есть я была готова как бы к этому. Девочки, может, я не знаю, зачем они пришли, как бы туда. У каждого своя была цель. То есть кто-то пытался побороть страх, кто-то самоуверенность, как бы поднять, самооценку свою. У меня уже цель была. То есть как проходила подготовка? То есть два дня у нас были в модельном нашем агентстве, в «Хрустальной нимфе», мы подготавливались. То есть три выхода. Первые два мы за один день сделали. А третий выход уже сделали на второй день. То есть а третий день подготовки у нас уже был как репетиция. Как генеральная репетиция. Это тоже как бы была подготовка, но это уже была репетиция. Лясковичи, дождь, и у нас репетиция. И вот такая подготовка была, как бы девочки все собрались с мыслями, все быстро как-то улавливали. Девочки вообще умницы. И вообще, правда, вот каждый бы вручил корону, потому что они вообще умницы. Ну вот сейчас уже после тех эмоций осознала, что произошло? То, что еще нет? Нет. Ну правда как сон, и вот сидишь даже сейчас с короной, ты не... Саша, расскажи, а вот кроме подиума модельных всех дел, актерского мастерства, дефиле и главной награды, вот чем мисс Полесская красавица интересуется, занимается, где учится, какие хобби? Учусь я на заочном отделении в Белорусском государственном университете физической культуры. Всегда интересовалась спортом. Всегда. То есть у меня была такая цель быть фитнес-тренером. Ух ты! Да, то есть позапрошлым году опять же я хотела еще тогда... Говорили про меня, что хочу быть фитнес-тренером. Сейчас уже как бы хочется, но хочется еще там чего-то другого. Но это уже тайна. Вот. И, ну, вообще, более спорт у меня пошел как-то... Вот такие спортивные у нас Полесские красавицы. Да, спорт. Маша, а вот Александр сказал, что тема нынешнего зова Полессии это Полесская мифология. Эта же тема отразилась и при подготовке постановки Полесской красавицы. Расскажи немного об этом. Конечно же, конечно же. Тема очень богатая, как и вся история Белорусского Полессия. Мы тоже не остались в стороне. Немножечко добавили туда легенд тоже нашего Белорусского Полессия. И тоже из этого составили красивые три выхода. Где-то под Минском когда-то давно стоял янтарный замок. В нем жила княгиня, которую мечтали взять в жены многие-многие красивые принцы или кто там, князья, да, наверное. И вот первый выход был, так и назывался, господинья Бурштинового палацу. Они все были в золотых платьях со своими коронами. И постановка тоже была изначально, представляла собой корону, которая рассыпается на отдельные камни янтарные. И потом мы каждую представляли девушку. Второй выход, да, там уже сугубо наша полесская мифология. Это девчина Зазеуница на болотах в Белорусском Полессии. Когда-то такие были девушки, которые похожи были на русалок и тоже заманивали в леса, зачаровывали своим голосом таких прохожих. Путников. Путников, да. То есть, да, во втором выходе они были такими у нас созывницами. И параллельно же шло декламирование стихов на тему. Вот я хотел спросить, что в этом году девушки у вас еще и читали стихи? По-моему, такого тоже никогда еще не было. Полесские, как и все небольшие вот эти прологи к каждому выходу написаны нашим заместителем директора нашего центра моды красоты. Он же был ведущим. Он же был ведущим, да. К слову, да, вот такой у нас коллектив творческий, профессиональный. Хочу поблагодарить их за работу. Кому доверили оценивать в этом году конкурс и кто выбирал полесского красавица? Были представители и хореографы присутствовали, и преподаватели вокала, и ведущие дизайнеры были, и представители главного управления идеологической работы. Ну а основной особенностью, новинкой нашего конкурсного состава жюри было то, что мы выбрали прямо в самом начале программы, мы выбирали членов жюри, так сказать, представителей общественности. То есть прямо перед зрителями провели небольшую интерактивную викторину и определили, кто же будет, так сказать, голос народа в составе жюри. И, если я не ошибаюсь, был представитель города Пинска. Он видел все, как происходит выбор, как подсчитываются баллы, насколько все это прозрачно. И он может вам подтвердить. Все честно. Отлично. Ну и красавица выбрана с титулом теперь с этим два года до следующего конкурса. Обозначила ли уже себе планы на обозримое будущее? Что должна в обязательном порядке за эти два года сделать Полесская Прохожуня 2020? Первым делом, мне кажется, достойно нести титул Полесская Прохожуня. То есть показывать, как должна себя вести Полесская Прохожуня. И, ну, какая цель. Я думаю, что я бы хотела, конечно, поучаствовать в Мисс Гомель. Предложаем, да, ее на Мисс Гомельскую область сразу же. Вот. И потом уже, как немножко попозже, может быть, на Мисс Беларусь. Но это так, в мечтах. Я скажу, что в этой студии все мечты обязательно исполняются. Через два года встретимся и проверим. Хорошо. Саш, фестиваль не успел отгреметь, но по традиции, зная, как ведется подготовка к подобным проектам, уже, скажем так, у организаторов начинаются, ну, на карандаш берутся какие-то дела. Что же сделать к следующему фестивалю? Есть уже какие-то задумки? Каким он будет? Карандаш включился через 10 минут после окончания церемонии открытия фестиваля. Да ладно? Прямо вот так вот все быстро? Ну да, но бывает, потому что вот мысли идут, да, параллельно, и уже начинаешь на карандаш накидывать. Но дело в том, что следующий фестиваль-то через два года что-то может поменяться. Поэтому думаю, что не будем мысли есть, мыслей много. С некими артистами и даже известными артистами, причем известными, всемирно известными артистами, мы проговорили уже на предмет участия в следующем фестивале. Ну, пока, наверное, оставим такую интригу, тайну. Слушай, ты... Главное, чтобы не сглазить. Ты не только, зрители, ты меня заинтриговал. Поговорим вместе с Александром через два года. Отлично, друзья мои, я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что этим вечером, немножко пережив все, весь драйв и все положительные эмоции, которые испытали, все структуры, которые вели подготовку и проведению фестиваля, шестого фестиваля Зоу в Полесе, вы собрались сегодня у меня в студии, рассказали очень много интересных историй, мы увидели много интересного, где-то эксклюзивного видео. Огромное вам спасибо. Саша, Мария, что пожелаете нашим зрителям? Так Саша или Мария? Наверное, Мария. Мария, начнем с тебя. Саша плюс Маша. Давайте начнем с тебя. Саша, мужчина все-таки. Ну, в первую очередь, так как фестиваль состоялся очень красивый, я пользуюсь такой возможностью, хочу сказать огромное спасибо в первую очередь тем артистам, которые приняли участие в этом грандиозном празднике народной культуры. Я хочу сказать огромное спасибо зрителям, которые приехали и поддержали, ведь всем артистам всегда приятнее выступать для полного концертного зала. Я хочу сказать спасибо всем трудовым командам, команда «Хрустальный нимф», команда нашего учреждения, команда «Гомельской областной филармонии», которые непосредственно за кулисами улей пчелок, которые делают, делают, делают дело, и из этого получаются такие прекрасные мероприятия. Я хочу сказать огромное спасибо двум предприятиям, которые поддержали нас. Это открытое акционерное общество «Спартак» и открытое акционерное общество «Мозрь-Соль», которые подставили свое плечо для того, чтобы этот фестиваль был еще ярче, еще праздничнее. Ну, а всем нашим телезрителям я хочу пожелать, конечно же, здоровья, конечно же, оптимизма, и я хочу пожелать, чтобы через два года все, кто нас смотрит, приехали в Лясковичи на фестиваль «Зов по лесу» 2022 года, седьмой международный фестиваль этнокультурных традиций, и получили вот этот заряд бодрости, заряд эмоций, от народной культуры, вот которым напитан я сейчас, вот меня четвертый день не отпускает. Поэтому это счастье, что есть такие праздники, это счастье, что у нас есть такие люди, которые рядом с нами. Мария, ваше пожелание нашим зрителям? Наши пожелания. Во-первых, конечно же, благодарю моих полесских прихожунь за то, что приняли участие, за то, что самоотверженно готовились три дня. Да, да. Хочу также поблагодарить, конечно же, команду Саши Бондаренко за такой прекрасный фестиваль. Своих, конечно же, хочу поблагодарить коллег, которые тоже выдержали такой темп и сделали такую красоту на сцене. Ну и всем нам хочу пожелать любви и хочу пожелать нам всем мирного неба над головой. Это вот, вы знаете, фестиваль «Зов по лесу» как раз тот случай, когда вот хочется сказать, а давайте повторим. Также хочу поблагодарить нашего постоянного и самого надежного партнера конкурса «Полесская проверония-2020». Это ювелирный бренд «Кристалл» за постоянную поддержку наших красавиц, за эти чудесные украшения, которые девушки старательно, за которые старательно так борются на сцене и во всей красе предстоит перед нами. Спасибо. Спасибо вам огромное за этот вечер. Вам, дорогие друзья, напомню, что завтра будет новый вечер, безусловно, он будет добрый. Ну а этот вечер, как я и обещал, завершается на музыкальной ноте и завершает его легендарный коллектив из Лельческого района «Танежанка». Увидимся с вами уже на следующей неделе. Удачи вам. Пока. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»